Что? Это Оскар? Он так давно снимает. Я не могу поверить, что я тебя встретила. Это ты. Полина, хлеб, поговори с нами. Что ты молчишь-то, булка? Ну, что ты вот там снимаешь? Чем ты занимаешься? Займись учебой. Вот кем ты вырастешь? Здесь очень большая команда. Здесь стоят четыре камеры, понимаете? И просто она снимает очень много выпусков, ребят. Он подал иск в суд на то, что мы не его дети. Сестры плакали. И я тоже плакал. Папа, где мои деньги? Вам отец наложил запрет, вы не можете вылететь из страны. Миф раскрыт. Оскар не грузин. Покрастим. 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 Всем привет, и с вами Ева Круглова. Сразу подпишитесь на мой канал, потому что здесь много эксклюзивного. В этом выпуске будет много всего интересного. Интервью, танец под мою песню и подарок гостю. Но кто же это? Вы его ждали, вы его просили, вы писали ему вопросы. Встречайте, блогер, тиктокер, певец и в целом классный парень. Аскаридзе. Встречаем! Всем привет! Будь со мной рядом, мой любимый персонаж. Иди и кути, но кому я говорю, наклопотилась я люблю. Знаю лучшую пацанку. Look, she brings a love, and they're like, it's better than yours. I want to feel about your type of mind. Ты теперь пацанка, ты теперь с улицы, а кругом враги. Ты подпишешься на меня? Ну, я подумаю. А вы, ребят, подпишитесь? Оскар, привет! Приветик. Вообще, спасибо большое, что пришел на мое интервью. А, подожди, а где Полина? Полина хлеб заболела. Ну, я думаю, что вместо Полины у нас есть хлеб. Ой, моя хлебобулочка, ой. Ребята, сегодня у нас Оскар и Полина в гостях. Будет меня поддерживать. Да. Но хлеб, я думаю, лучше не есть, потому что это Полина все же. Остальные вкусняшки ты можешь брать, потому что мы хрестим и болтаем. Где и как ты снял свое первое видео? Своё первое видео я снимал в мюзикле. Такое было приложение до ТикТока еще. Вот. И там были тоже разные тренды, музыка. Ну, это как ТикТок, и он появился вообще быстрее всего. А именно в лайке, когда я снял свое первое видео, это было достаточно давно. Это было где-то в 18-м году. Почти что 5 лет назад. Или 6 лет назад. Короче, я очень давно снимаю. И так получилось, что я просто листал там соцсети, и мне попалась реклама лайка. Я такой думаю, что это за приложение? А там, помнишь, были эффекты, там всякие крылья, там ты прячешься. И буты, которые тебе пишут. Вау, вот такой классный эффект. Да, я захожу, я туда пришел чисто за эффектами, потому что там их реально было очень много. И как-то так получилось, что я начал снимать. Там были топы, но... В общем, там были какие-то популярные лайкеры, но я ушел из лайка на некоторое время. Но я тогда еще не был популярным. И я возвращаюсь, а там уже все по-другому. Я такой, вау. Где эффекты, а где, а кто это, а кто это, что за люди. Я начал дальше следить, дальше смотреть. И вот так и знакомился с контентом. Там было много популярных лайкеров. Вот. И вот так, наверное, познакомился с лайком. А помнишь свое первое видео? Да, я помню свое первое видео. Скажи про него. Это просто кринжовое видео. Там, ну, в лайке, почему-то мне его удалили, хотя оно очень долго висело. Там было типа, я бы трубку курил, если был моряком. Там, я танцую тренд, добавил тоже вот много эффектов. Как раз-таки это то самое первое видео, про которое я говорю. И оно очень смешное. И его многие сохраняли и перевыкладывали. Типа, первое видео Оскара. Вот. Но видео смешное. Там, кстати, было очень много лайков. Потому что люди, когда я стал популярным, они листали вниз и искали, вот с чего он начинал. И там то самое видео, но в лайке его почему-то нет. Не знаю, что сделать с этим. А ты сам искал это свое первое видео на протяжении, ну, вот когда уже стал популярным? Да, я находил его, я читал комментарии, там писали. Что это Оскар? Он так давно снимает. С каким лайкером ты познакомился в самом начале своей карьеры? С Настей Кош. И сейчас ты с ним до сих пор общаешься? Да. А как вы познакомились? Ой, мы так познакомились. Это было очень неожиданно, очень спонтанно. Я приехал на самое первое лайк-пати, которое было в Питере. Я туда приехал, там была такая классная атмосфера. Это прям самое первое лайк-пати. Там была куча лайкеров, куча блогеров. И мне удалось туда попасть. Я просто не знаю, как я... Сколько у тебя подписчиков было тогда? Где-то было 150-200 тысяч подписчиков. Но тогда это прям считалось много в лайке. И мне удалось туда попасть. Я туда... Я всем писал, как туда попасть, как туда попасть, как... И в итоге мне дали контакт, мне написали. Я такой думаю, вау, поеду в Питер. А еще так получилось, знаешь, как-то интересно, что я поехал в Питер во время того, как наш школьный учитель назначил туда экскурсию в Питер. Вот. И я приехал, я говорю, мама, пожалуйста, можно я не буду, типа, ходить там в музей на экскурсии? Можно я, пожалуйста, схожу туда на лайк-пати? Буду гулять с лайкерами? Пожалуйста. И она меня, короче, отпросила. И мне можно было ходить гулять с лайкерами. Ходить там туда-сюда. Ну вот. Спасибо маме большущая просто. Вот. И мы там познакомились с Настей Кош. Вот на следующий день как-то так получилось, что все лайкеры собрались после мероприятия. И мы там и познакомились. Там мы заболтали, поснимали. Прикольно было, весело. Вот. Гуляли по Питеру. Было очень красиво. И это был, наверное, второй раз, когда я был в Питере. Мне там очень понравилось. Давай тогда топ-3 твоих любимых мест в Питере. Третье место. Мне нравится лофт проект этажи. Там ты выходишь на крышу, и там такой красивый вид на Питер. Очень эстетично там сходить. Второе место это будет, наверное, тот ресторан, в котором мы были с Полиной. Просто необычный ресторан. Там много необычных блюд. И, знаешь, там были креветки в угле. То есть они были черные какие-то. Потом там паштет на дереве. Вот, знаешь, просто вот так вот тебе приносят дерево. Дерево. Да, там такие шарики. Ты их берешь, кладешь на хлеб и мажешь. И все. Ну, оно выглядит, как яблочко на дереве. А ты берешь и мажешь это. Очень обычная подача блюд. Оно называется лет. А первое место я ставлю мазопарк. Это просто вообще лучшее место в Питере. У нас такого нет в Москве. Короче, там ты приходишь. И там такая тема, что с 10 до 6 утра ты оплачиваешь туда вход, заходишь. До 6 утра, с 10 вечера? Да, ты можешь... Ну, вообще оно работает почти что целый день. И до утра. Ты можешь там играть в дартс, играть в боулинг. Играть в разные автоматы. Кататься на роликах, знаешь. Там такой прям вот пол. Там ты одеваешь снаряжение и катаешься. И мы там были, мы приехали просто до утра. Мы там так тусовались. Там так круто. Это реально очень необычно. Это самое лучшее место, где я был. Полина, какие у тебя вообще ощущения? Нам Полина рассказала свои ощущения. А что она молчит? Полина просто не хочет говорить, мне кажется. Полина, хлеб, поговори с нами. Что ты молчишь-то, булка? Ну ладно, давай дальше. А сколько стоит билет в то место? Тысяча рублей. Всего? Да. Особенно если ты приехал в Питер, ты можешь показать. Это мы узнали только потом. Ты можешь показать, типа, что ты турист. Показать свой билет, как ты приехал. Там просто билет на самолет или на поезд. И тебе делают скидку, и ты берешь его за тысячу рублей. И все. Это тысяча рублей просто. Ты заходишь и там развлекаешься. Там для всех найдутся увлечения. На каких платформах, кроме ВК, ты еще пробовал снимать видео? В самом начале. Я пробовал снимать только в лайке. Только в лайк. Только в лайк. Самое простое. В лайке, знаете, раньше было проще добиться успеха, потому что, когда я пришел в лайк, там вообще было очень мало именно лайкеров, именно блогеров, которые снимают. И можно было начать снимать и быстро стать известным. А сейчас это почти что невозможно. Какой формат ты изначально хотел снимать и получилось ли у тебя? Я начал снимать всякие приколы, липсинги. Я там пел под музыку. Всякие тренды. Всякие лайфхаки, которые находишь. Например, лайфхак. Например, который у меня залетал на 5 миллионов просмотров. Это было очень удивительно. Я снял видео о том, что лайфхак с кроксом. Такая обувь с дырками. Кто знает. Короче, вы вот так его кидаете, свой тапок. Если у вас он встает прям ровно, как сказать, ну вот как вот он есть, вот так он и встал, значит у вас оригинальный крокс. А если вы его кидаете, он у вас как-то вот так. Не знаю, как сказать. Если он вас вот так лежит или вот как-то вот так, это значит подделка. Если вы его кинули, и он ровно встал, то есть он у вас прыгает-прыгает, а потом он вот так, значит, у вас оригинальный крокс. Это залетело на 5 миллионов? Да, это залетело на 5 миллионов, но знаешь, что я сделал? Я взял, кинул крокс с балкона, побежал туда на первый этаж смотреть. Ну что, как он? У меня оригинал или не оригинал? Ну, оказалось-то, что у меня оригинал, и он реально стоял вот так. Просто я не знаю, как это было, но это было смешно. Интересно. Там не какой-то прикол, не какой-то рофл, реально. Вот я его кинул с балкона, пошел смотреть, он ровно стоит. Значит, у меня оригинальные кроксы. Давай поговорим про детство. Вообще, каким ты был ребенком? Я был таким миленьким ребенком, который такой был послушный, там у меня все такой прикольненький, миленький. Но в школу я не любил ходить, честно скажу. Просто у меня со школой какие-то прям проблемы были. Я не знаю, просто я вот так иду, у меня брат спокойно уходит в школу, а я как-то говорю, мам, можно я не пойду? Пожалуйста, не пожалуйста. Аж до слез, реально. Но потом, вот пятый, шестой, по-моему, седьмой класс, я учился очень хорошо. У меня были пятерки, пятерки. Только одни пятерки. Я старался всегда приносить пятерки, там хорошие оценки, всегда там дополнительно отвечал, чтобы получить пятерку. Просто в какой-то момент я устал быть отличником, просто это так сложно каждый день. Там делать дополнительные доклады какие-то, там что-то приносить, и все. И у меня все пошло вниз. Но самый нелюбимый мой предмет, это, наверное, математика. Математика, у меня тоже. Я никогда не пойму математику, это очень сложно. Геометрия, вот что-то вот там считать, перпендикулярно, вот прямоугольники, квадраты, ромбы. Просто когда ты идешь, вот девятый, десятый, одиннадцатый класс, там уже так сложно просто. Ты сидишь такой, что это, как это решать? Кем ты хотел стать в детстве? Я хотел стать в детстве. Вообще, не знаю, мне всегда было интересно снимать что-то. Я смотрела на блогеров, тогда еще были раньше популярные, но тогда был популярный YouTube. Там были разные, я помню, Марьяна Ро, Саша Спилберг, знаешь таких? Да. Иван Гай, какие еще там были? Ну вот все вот на YouTube, кто популярный, их там немного было. Я тоже смотрела, думаю, блин, вот я точно буду популярным. Почему-то я это знал. Прямо с самого детства я даже на какие-то сходки ходил. Все, и я вот так все смотрел, так все понимал. И все, и у меня как-то это все получилось, потому что я был в этой теме, в общем. Ты прогуливал когда-нибудь школу? Да. Я прогуливал, знаешь, я могу тебе даже рассказать свой первый прогул. Давай. Просто это такой дурацкий прогул. Вот смотрите, вот послушайте меня и не повторяйте моих ошибок. У нас был последний урок английского, у меня был друг, и мы такие. А, или физра была, не помню. А давай уйдем с урока, я такой думаю. Давай. В третьем классе такие, типа крутые такие мелкие. Все, мы такие приняли решение, все, мы уходим, мы не можем здесь находиться, школа, нет. Мы собрались, прогуляли урок, ушли. И когда я уходил со школы, я вот так вот в камеру вот так помахал. Зачем-то? Я не знаю, я ухожу и просто вот так махаю в камеру, прям вот так вот всем охранникам, всем учителям. Потом ухожу, все, ушел с урока, потом прихожу домой. Мама такая, мне звонили и сказали, что ты прогулял. И ей скинули запись, где я махаю вот так в камеру, что я ушел с урока. И все, и мне сделали замечание. Но мама сильно не ругалась. А в уже взрослом возрасте ты прогуливал школу? Да, я прогуливал школу. И когда я учился, вот в восьмом классе, мне было очень тяжело, потому что вот в восьмом классе, вот летом я прям стал снимать. Я набрал много подписчиков, много просмотров. Наступает сентябрь, я прихожу в школу. Вся школа начинает просто за мной ходить. Меня снимают, ко мне приходят в мой кабинет, начинают что-то там орать прям просто громко. Да, и подписчики, именно даже хейтеры, типа фу, ты снимаешь в лайк. Я не мог спокойно ходить по школьному коридору, потому что вот я иду, и мне там что-то крикнут. Могут вот так вот бартануть, вот так рукой сделать. Да, и так получилось, что я не смог учиться в школе, потому что вот я так снимаю что-то, снимаю, веду прямой эфир, снимаю видео, потом смотрю на время 4 часа ночи, а вставать в 7 утра. Я такой, блин, я не могу идти. Я говорю, мам, я не могу идти, реально. Я 3 часа не высплюсь, тем более еще нужно уснуть, я еще время потрачу. Вот, и я очень часто стал прогуливать. Ой, потом такая история есть, господи, со школой. Я, в общем, очень много прогуливал, вот, начало года. Да, прям много. Прям очень много. То есть вот неделя, вот, 5 дней, да, школьных, а я хожу 2, или 1, или вообще за неделю не приду. Вот так вот получалось. И потом была такая ситуация, что мне стали прям учителя говорить, ну, что ты вот там снимаешь, вот что вот ты, вот чем ты занимаешься, займись учебой, вот кем ты вырастешь, прям учителя-то говорят. Потом учителя начали смотреть мои видео, начали обсуждать мои видео, потом они начали обсуждать, а вот ты вот что там в интернете снимаешь, а ты зарабатываешь с этого, я не пойму. Прям начали спрашивать, расспрашивать. Да, начали расспрашивать. Потом сказали, если ты не будешь ходить в школу, мы тебя отчисляем. Вот еще такая ситуация, вот у меня были одноклассники, и они просто берут мои училки, сливают, что я там, ну, ночью был в гостях у своих друзей. Прям была просто сториз, и они берут это, типа, показывают училки. И потом эта училка пишет моей маме, а вот, а где ваш сын находится ночью? Вот, мне прислали фотографии. И я даже знаю эту одноклассницу, которая это слила. Да, вот зачем ты так сделала? Зачем ты слила вот, что я ночью был в гостях? У меня мама знала, где я был в гостях. Она знает этих людей. Да, да, я был в гостях. Была какая-то, по-моему, вечеринка у Насти Кош, я точно не помню. И перед уездом мы там засняли такой сториз. И все, потом слили мои училки, мне сказали, где ты ходишь? А твоя мама знает, где ты ходишь? Ну да, моя мама знает, где я хожу. Она знает каждый шаг, она знает, где я. Я ей часто звоню, все сообщаю. Мама обо мне все знает, правда. И потом меня, в общем, почти что выгнали из школы. Вызвали мою маму, сказали, ваш сын вообще непонятно, чем занимается. Ваш сын двоечник, прогуливает. Вы за ним не следите. У вас такой ужасный сын. Вы вообще знаете, где он находится? Моя мама говорит, да, я знаю, где он находится. Да, я знаю, где он находится. Да. И все, вызвали вот так стол учителей. Такие. Все начали говорить о том, какой я плохой, что я там снимаю. И сказали, что меня выгонят, короче, со школы. Все, меня выгнали. Классно. Знаешь, почти что выгнали, но за столом сидела моя мама и говорит, знаете что, а мы уходим из вашей школы. Не вы нас выгоняете, а это мы уходим. Она забирает документы, и я ухожу на домашнее обучение. Все. Вот так это было. Это в восьмом классе. А, да, это в восьмом классе. Серьезно, конечно. Был отличником, потом что-то за год свалился. Ну, было просто тяжело, правда. Вот представь, снимать до четырех, потом нужно проснуться и пойти в школу. Я пришел на домашнее обучение. Там все лайкеры уходили на домашнее обучение. Появился вообще тренд. Там Маша, о май гад, уходит на домашнее обучение. Кристи Чарм, там Даня Брандт, вот популярные, короче, лайкеры, сидят в эфире, рассказывают про домашнее обучение. Говорят, как там прикольно, весело. Я думаю, ну все, надо идти в это домашнее обучение. Ну, я маму по итогу уговорил в той ситуации, когда меня выгнали. Мы отправили документы туда, и я обучался онлайн. Это самое лучшее обучение. Спасибо, интернет-урок, просто реально классная школа. Так получилось, что у меня и аттестат за девятый класс очень хороший. Давай плюсы и минусы домашнего обучения. Начнем с минусов. Минусы домашнего обучения, наверное, это то, что у тебя нет одноклассников, с которыми ты общаешься, как-то круг людей ссушается. Как-то, мне кажется, тяжело потом влиться в коллектив, например, вот как-то тяжелее как-то с кем-то общаться. Вот когда ты в обычной школе, ты можешь, ну у тебя там сто друзей, там у тебя в другом классе, в этом классе. А когда ты один учишься, ну, ты учишься один, у тебя нету там девочки, которые ты напишешь, а что нам задали, а что там это, там нету экскурсий, например, каких-то. Но в домашнем обучении я вижу все равно одни плюсы. Давай, какие плюсы? Так, ну, первый плюс, наверное, это то, что твое расписание ты делаешь себе сам. Ну, ты составляешь сам расписание, ты можешь делать уроки утром, а можешь вечером, можешь ночью делать. Ты главное их сделай, чтобы, ну, отчитаться, чтобы там были галочки везде, что ты все сдал. Вот, ну, какие еще плюсы? То, что... Спать можно ложиться и просыпаться, да, когда хочешь. Да, все, когда хочешь. Просто главное сделать вовремя четверть, которая, ну, там дают задания, там дают письменные задания, там дают тесты. Ты это все решаешь. Ну, на самом деле там все ответы есть в интернете. Я списываю с интернета, да, да. И сочинения можно списывать с интернета. Ну, правда, знаете, я когда списал сочинения, мне написали, а вот ты взял с этого сайта, прям прикрепляют. Ты взял с этого сайта, с этого сайта, с этого сайта, и ставят себе тройку. Нам, кстати, вот, ребят, стишок, кто смотрел интервью, тоже рассказывал, что это все очень заметно, когда списывают и прям присылают сайт, с которым ты списал. Да, это правда. Оскар, я запустила новый тренд. Моя андерская песня. Так что давай учить. Погнали. Сначала мы говорим, я только пальцем поведу. Ты говоришь. Говоришь. Бегу-бегу. Бегу-бегу. Дальше. А хватит за мной бегать, будто бы, и вот так, типа, скубиду. Так, давай попробуем. Я только пальцем поведу. Ты говоришь. Бегу-бегу. Хватит за мной бегать, будто бы ты скубиду. Дальше мы это же повторяем. Только пальцем поведу. Ты говоришь. Бегу-бегу. Хватит за мной бегать, будто бы... А, нет. Ну все, дай. Передохну. У. Это все. Как вот так? Ну типа, все, дай, передохну. И потом у. И все. У. Так. Так, давай. Давай попробуем. День из детства, который тебе запомнился больше всего. Ммм, почему-то я припоминаю. Первое, что пришло в голову, Китзанья. Знаешь, что это такое? Да, да, да. И первый раз я приехал в Китзанья. Ну это было где-то, может, в первом классе, во втором. Ну это такой маленький был. Было так давно. Это было... Это было 10 лет назад. Что? Китзанья была 10 лет назад? Ну она очень такая старая там. Я помню, я работал там, кстати, телеведущим. Мы там брали интервью тоже. Там прикольно. Там ты приходишь на работу. Ну кто знает, там есть Китбург еще, Китзанья. Там ты можешь работать вообще кем хочешь. Ты можешь там шоколадки делать. Есть такое на работу. Там радиоведущим я был на Европа плюс, знаешь, такое. И там такой городок, и ты там что-то на радио говоришь, какие-то темы обсуждаешь, и это слышит весь город. Ты зарабатываешь денежки на работе. А потом ты можешь купить себе конструктор, какие-то игрушки. Я вот не помню, что там продавать. Ну какие-то игрушки просто можно было обменять. Прикольно было очень. Мне, кстати, однажды эти деньги украли. Я помню, я положила, и я увидела, как мой мальчик, какой-то маленький мальчик у него забирает эти деньги и убегает. Ну там все голодные на деньги. Чем больше денег, тем круче у тебя будет игрушка по итогу. И поэтому все хотят денег в Китбурге. В общем, маленькие дети могут пожить взрослой жизнью. Давай плюсы, можно сказать, заниматься блогерством. Ну, к тебе очень много внимания. Там, не знаю, тебя узнают на улице тоже. Вот это прикольно, когда подписчики там подходят, такие, вау. Знаете, у меня даже был такой случай, что у меня девочка расплакалась просто. Она такая подходит в себя в слезах. Я не могу поверить, что я тебя встретила. Это ты. Прям такая трогательная. Ты настоящий. Я прямо тоже прям чуть загрустил. Так думаю, блин, так приятно вообще. Типа вот снимаю, стараюсь. И вот подходит на улице, со мной фотографируется. Это очень круто. Ну, какой еще плюс блогерства? Например, что ты сам сочиняешь сценарий, и ты уже сам начинаешь работать. Ты начинаешь разбираться, как поставить лампу даже кольцевую, как работать с камерой. Тоже это навыки, которые ты используешь, а в дальнейшем ты уже можешь кому-то помогать, кому-то работать, уже сам с этого зарабатывать, кого-то снимать, придумывать какие-то сценарии, например, блогером начинающим. Участие в программах, в телевидении. На интервью. Да, там, не знаю, интересные рекламные проекты тоже. Что еще? Мне кажется, много плюсов, чем минусов, если честно. Но и минусы тоже есть. Когда я шел со школы, была такая ситуация, что за мной просто увязались подписчики, люди, и пытались узнать, где я живу. Прям за мной следили. Прям сталкеры. Прям мне страшно было идти. Я звоню, мама, что не делать, за мной идет 10 человек со школы. Я думаю, что мне делать, сейчас меня узнают, где я живу. Боже мой. Господи, как я тогда боялся. Ну, по итогу слили мой адрес. Ко мне прям приходили, стучали. Прям вот так вот. Прям, знаешь, бьют дверь ногами, руками. Прям бьют. Моя мама такая, что это? Кто это? Кто это? Кто это? А Оскар так стучится? Ну, мне страшно было. Ко мне там приходили. Прям иногда даже с угрозами. Типа, вот. Да, какой-то мальчик, которому я говорю. Ну, я ему сначала говорю. Типа, спокойно. Можешь сюда не приходить? Типа, я с тобой сфоткаюсь. Но ты можешь именно сюда не приходить? И вот если, типа, где-то у моего подъезда, у моего дома, там, или в моем жилом комплексе, окей. Но ты приходишь уже, у меня, ну, бабушка, и как-то некомфортно, когда вот, например, бабушка в гостях, и просто вот так. Просто, я не знаю, ну, адрес-то мой слили, и очень часто приходили. И, например, я веду прямой эфир, и просто приходят люди с негативом прям. Они такие, фу, ты лайкер, ты ведешь стрим, перестань. И да, то есть, и я вот так смотрю в глазок, и они сидят на моем прямом эфире, просто ломают мою дверь, и я не понимаю, зачем ко мне приходить. Не нужно ко мне приходить в гости, пожалуйста. У подъезда один раз ждала девочка, но она постеснялась подойти, сфоткаться, и все. Ну, наша квартира, ее очень сложно найти, правда. Сложно найти, легко потерять. Там просто она в таком месте находится, что туда ни один человек не пойдет, ну, честно. В таком доме там вообще нужно квест сделать, чтобы найти эту квартиру. Ну, я, кстати, вспомнила то, что год назад, я еще не занималась вообще ничем этим, я тебя и Полину Хлеб с твоим подружкам встретила в острове мечты. У меня даже есть видео. А я помню то видео, там где с дороги, и мы там с тобой прыгали. И, конечно, я помню, прям к вам люди бегали за вами. И как вы еще к этому относитесь, то, что вы приехали отдохнуть, а к вам прям люди там подбегают? Ну, мне приятно, что подходят. Когда вот подходят именно такие добренькие, веселенькие подписчики, очень приятно. Вот, но иногда даже бывает, что вот идешь и иногда вот можешь встретить хейтера, который начинает угрожать. То есть мы пришли с Полиной покушать, и к нам просто подходит компания подростков, они все такие, знаешь, как слово пацана, такие оффники, такие типа крутые. И начинают, я бы Полине разбила лицо, вот фу, вот она, прям ей говорят. Просто это страх, реально. Ну, что вы тогда делаете? Уходите или? Я говорю, Полина, пойдем, пойдем отсюда, пойдем. И они подходят, их, знаешь, вот штук семь просто. И вот так все что-то говорят, там, вы там этим занимаетесь, то вы делаете. Там, и так вы себя ведете. Ну, а вам какая разница? Ну, вот вам-то что? Вот мы хотим себя так ведем, хотим потом по-другому себя ведем, вам-то что? Вот что вы и пришли, что вы говорите? Кто это? Мам. Мам, я на интервью понимаю, что тут важный момент. Мам. Мам, давай я тебе перезвоню. А что ты можешь сказать начинающим блогерам? С какими вообще трудностями можно столкнуться? Ну, самое, наверное, трудное, это то, что нужно не пропадать из интернета, нужно сидеть в телефоне 24 часа. Ты должен постоянно снимать, быть в эфире, чем-то заниматься, писать там сценарий, писать текста, что-то монтировать. Каждый день. И ты не должен на что-то отвлекаться. Ты должен постоянно что-то загружать. Радовать своих подписчиков просто каждую секунду, каждую минуту, чтобы тебя смотрели. И блогерство это не то, что ты там потанцуешь два раза и все, ты станешь популярным. Нет, блогерство это на самом деле большая работа. Просто некоторые думают, что все так просто. Даже сейчас вот мы здесь находимся, здесь очень большая команда, здесь стоит 4 камеры, понимаете? И просто она снимает очень много выпусков, ребят. Понимаете? Вот я не знаю, надо много работать просто. А сколько у тебя времени уходит на съемки и монтаж? Зависит от того, какое это видео. Если это танец, то я просто его загружаю и все. Ну, там танцую, учу танец, там 5 минут и танцую. А если какая-то идея, то 30 минут, наверное, 40 минут на все видео, чтобы его снять и чтобы его смонтировать. Да, а если мы занимаемся, видео на YouTube мы делаем, то чуть побольше времени там уже целый день уходит, чтобы, ну, нужно сначала все отснять, потом это все на флешке перенести в компьютер, вставить и начать монтировать. Вот, я на YouTube сам монтировал. Полина Хлеб, ленивая! Полина Хлеб говорит, блин, ну я не умею монтировать, смонтируй ты! Я беру и сам монтирую. Да, ну, времени, правда, уходит очень много, но появился капкуд на компьютере. Вы понимаете? Шикарное приложение. Вот всем советую, кто еще смотрит интервью. Вы знаете, капкуд на телефоне, ну, такое простое приложение, да? Но на компьютере там функции такого монтажа. Их больше, да? Да, функции дофига. Текста, эффекты, фильтры, там просто есть все, вообще. Ого, как! Я там быстро смонтировал очень. Сколько у тебя подписчиков на YouTube сейчас? 4 миллиона. И какой формат ты здесь снимаешь? Ну, там шорты, там танцы, всякие развлекалки такие веселые. Какие-то обзоры тоже залетают очень. Там у меня самая популярная тематика, это чипсы Влада А4. Я нашел чипсы А4. Тут их так много! Сейчас куплю все вкусы. Со вкусом сыра, видите, написано А4. Точно такие же со вкусом краба. Берем, берем. Я успел их купить, посмотрите, какая классная коробка. Идем на кассу. Там просто, если открыть, там миллионы просмотров, люди прям ждут. Всякие обзоры на необычные штуки залетают больше всего. А сколько просмотров набралось в твой самый большой ролик? А давай сейчас откроем, посмотрим. Давай. Ребята, сейчас будем смотреть, какой самый популярный ролик у Аскаридзе на YouTube. Мне кажется, там что-то веселое. Сейчас посмотрим. У меня тоже такая же видео. Покажи прям, что это за ролик. Так. Боже. 21 миллион просмотров. Что там? Я, честно, я даже сам узнал. Я сейчас узнал, сколько у меня самое популярное. 500 тысяч лайков. Вот такое видео. Алло, мам, что, яйца взять? Сейчас. Сколько штук? Ну, 30 тебе сойдет? Нормально? Ну, все, идем. Сметану, зелень и картошку. Сейчас посмотрю, что тут есть. А, ну, есть. Да, вот. Большая упаковка. Корм нашей собаки. Сейчас посмотрю. Вот же он. Как он и любит. Да, он такой ест. И там все писали, это что, Оскар? Ты на самом деле очень изменился сейчас. И как это давно было? Это было год назад, по-моему, да. Ну, да, я изменился. Вообще, я недавно покрасил волосы, как ты видишь. Это прям вот недавно. Это вот 4 дня, наверное. Вот. У тебя прям тут эксклюзив. Такой вот я кроссовчик. А тебе как моя стрижка? Мне очень нравится. Но у тебя так постоянно меняются прически. Поэтому давай, как менялись твои волосы на протяжении всей жизни. А вообще, кстати, они немного раз менялись. Немного раз? Ну, ты постоянно с разными волосами. А ты так думаешь? А мне кажется, вообще очень мало. У меня были, помню, красные волосы. Вот помню, что нет. Да, да, да. Были красные. Вот это просто ужас. Красные волосы. Никому не советую. Вы будете ходить, у вас будут сначала красные, потом у вас такие, они почему-то в темно-коричнево-красный какой-то цвет переливаются. А потом они у меня вообще были розовыми. Русые волосы. Вот. Постоянно. Ну, знаешь, я вот тут вот сбривал всегда. Вот здесь оставлял прям такой... Много здесь было волос. Химзавивка у меня еще была. У меня прям такие были кудрявые волосы. И мне так это не нравилось. У меня... Мне сначала нравился результат. Я думаю, блин, красивые, кудрявые волосы. А потом я их просто мою, я их вот трогаю. Знаешь, вот они были по ощущениям, как солома. Я трогаю. Я просто думаю, блин, я испортил свои волосы. Там было все очень плохо. Они были все же желтые какие-то. Там химзавивка. Вот ты реально трогаешь просто лицо. Ну, волосы как мочалка. Я не знаю. Я такой смотрю, думаю, все, бреюсь на лысо. Чтобы заново отросли, лучший вариант. Все, я подстригся. Был там, как в сериале, слово пацана, понимаете, не чушпан, все побрил, короче, был лысый. И все таки мне говорят, как ты так? Ты такое решение выбрал. Типа, ну, не каждый сможет взять вот свои длинные волосы и просто отстричь. А я думаю, блин, а мне это нужно, потому что, как мне вот ходить с мочалкой? Я все сбрил, а потом уже растут нормальные, здоровые волосы. Вот что мне нужно было. Оскар, даже ты пришел со своей сумочкой, поэтому я не удержалась, и я обязательно должна в ней покопаться. Ну, что ж, давай посмотрим, что там лежит у меня. что лежит в сумочке Оскара? Ага, два телефона. Почему два? Зачем ты наносишь два телефона с собой? Ну, один чисто посидеть, там ленту полистать, а другой для работы. У меня два телефона. Интересно. Можно выставить обои? Да, можно. И тут, и в другом обои с Полиной и хлеб. А у Полины что стоит? То, что с Диснейленда фотография. как мило. Так, два телефона, ну хорошо. Зарядка, только к одному телефону. К сожалению, да. хорошо. Ага, ну то есть, если не будет места для зарядки, есть Powerbank. Так, дальше у нас Батончик. Бамбар Бар. Так, у нас такой эталетический для похудения. Я вчера кстати, худеешь, правильно? Да, я начал как раз в зал. Питание, да? Или ты именно зал ходишь, Ну я типа в зал хожу и просто стал более правильно питаться, чем было. Бамбар Бар. Как это вообще читается? Сейчас меня заходят еще за мой английский. Они кстати очень вкусно пахнут. Понюхала? Давай, себя брызну? Давай. Сейчас, давай я понюхала? Давай. Вот так, вверх. Ура! Чем пахнут они? Давай скажи. Не знаю, цветами какими-то, я не знаю. Тяжело описать запах духа. Так, ну ты угадала, да, это цветок, а какой? Или роза, нет, не роза. Короче, это яблоко и лотос. Что это? Лотос? Лотос, цветок же. Да? Это же цветок? Не знаю, что такое лотос. Как вкусно пахнет. очень реально вкусно пахнет. Приду домой. Ему, чем ты пахнешь? А, ну хорошо, а это что? Это аниме-карточки. Ты любишь аниме? Ну, я люблю аниме, но мне кажется, что есть такие однотипные аниме. Ну, открой, там вон прям лежали. Смотрите, Они вот всякие. Вот, смотри, вот они-то всякие. Ой, какие хорошие, смотрите, это аниме-карточки. Ну, я даже не знаю, какие это, Полина хлеб брала и мне это сыну. это Полина взяла. Да, ну, какой-то, что это аниме? Джо-Джо. Это вообще взяла Полина и засунула сумку Откара. На всякий случай чай. Это из поезда, да, он остался. Чай. Карточка айдолов. А кто это, я не знаю. Так, так, что это за айдол? Это Лиса. А, а где Джису? Ну, вот Феликс есть. Давай, теперь они будут вместе. Ура! Хороша. Это для чая? Это для чая, да. Это для чая, ребят, это пробка. Я не знаю, я сам, не помню. На, вот еще. Да, кстати, монетки приклеились. Это лампа. Так, у нас здесь приклеенные монеты 10 рублей, сколько? И 5, 15 лет, ты богатый, вот. Как она работает? Лоск, или она не работает? Помогите! это чтобы снимать видео, понимаешь, вот ты идешь по улице, включил, все, и она, кстати, на магнитах, она вот, видишь, ты? Ну, в общем, давай сложим меня там. Ой, ну, все. И что? Это был весь обзор, получается. А в этом кармашке есть что-то? Или уже достала туда? Проверка. Нет ничего. Ничего. стоп. Доль чайник. Доль чайник. Давай, сделай так. Давай, типа эстетика. Нет, нет, это там. Сейчас не получается. Наша эстетика закончилась. Слушай, а где вообще ты купил эту сумку? В магазине. Ну, просто я захожу в ГЕС, думаю, вау, какая сумка, она очень вместительная. Туда вот, видите, сколько всего помещается. и когда вот как раз таки мы в путешествие ехали с Полиной Хлеб, мы решили, что нужна большая сумка, куда документы можно положить, там всякие паспорта, там карты, вот два телефона, повербанк. Вот, и это самый огромный, просто лучший вариант. Скажи, как она там внутри. Да, она очень большая, ребят. Оскар, а это все, что было в твоей сумочке? Ребята, а у кого совпали вещи, напишите в комментариях. Возвращаемся к интервью. Оскар, а расскажи про свою семью. Вообще, кто у тебя в семье есть? Ну, мне как-то будет тяжело про это разговаривать, но я хочу это рассказать. Ну, в общем, у нас обычная, обычная семья, нас четверо, мы многодетная семья. У меня есть старший брат и две младшие сестренки. Ой, как это... Яна Банана, вот моя сестра, у нее тоже в лайке там миллион подписчиков. Я сестре своей помог, кстати, тоже набрать подписчиков, тоже я ей придумал какие-то идеи, там тоже мы с ней снимали. Играем в сахарные соты. Кто проиграл, подписывается на всех, кто отправил супер лайки на это видео. У меня, короче, печенька уже сломалась, но она сломалась ровно. Жил я в другом районе, например, жил там в Москве, метро, кто знает, Сходнинская. Вот там я раньше жил, Тушинский район, короче, я там родился. Ходил там в школу, в садик, там у меня были друзья. Квартиру продали, короче, и купили побольше, потому что у нас семья большая, и всем нужна комната, потому что там, где я жил, там такая маленькая комната, вот не знаю даже, с чем тебе сказать, но там такая вот маленькая комната. Как вот эта или побольше? Вот, наверное, вот порежь вот эту комнату, и это будет такая. Да, там была двухэтажная кровать, и все, там мы жили со старшим братом, но когда мы были маленькие, типа, это еще окей, но когда просто мы взрослели, уже места очень мало, там один стол, ты делаешь уроки, там шкаф, ну и все, очень маленькая комната, а у сестер была комната все-таки побольше, прям такая огромная комната, а почему мы там не жили? Нельзя было поменяться? Мама, что это такое? Мы ездили в Тверскую область. К кому вы ездили? К тете, там у нее дача, там вообще было так круто, мы там в бане парились, съели шашлыки, я там помню, нам еще какие-то там ребята сходили в лес, там собрали ягод, и приходят к нам такие, бизнес вот, хотите вот ягод, там черника, малина, и реально они сходили там в лес, собрали все это, и нам принесли, и мы купили у них, вот, я обожаю еще ягоды, я помню, там даже детская фотография есть, где я вот так вот стою, у меня такая тут корзинка, по-моему, черники, просто такой, знаешь, фиолетовый язык, я такой, вот, я вообще ягоды очень люблю, я обожаю малину. ой, малины просто любовь, я люблю и кислую малины, сладкую. Любую малину, это просто самое лучшее, я ее любила маленькая, но поменьше, я любила ее разбирать почему-то на частички, она же из-за этих частичек состоит, кто тоже так делает, напишите в комментариях. А ела клубнику с молоком? Да, все, это самое вообще, мы, короче, папа тоже очень любит, и мы маме такие, мама, сделай нам клубнику с молоком, ты любишь такое? Ну, мне было необычно, когда сказать, ну, я видел в фильмах, что так едят, но в жизни я не пробовал потом, я собрал там саму клубнику, там какая-то земляника тоже была, и все, налил молоко, а там молоко коровье, я прям в деревне был, там, творог, там, сами люди делают, там, козье молоко, ты приходишь там к человеку, у которого есть корова, он там продает молоко, ты покупаешь, ну, короче, реально, в деревне все-таки прикольный вайб. А расскажи про папу. Ну, папа у меня такой, немножко, странненький очень, ну, я к нему хорошо относился, просто, так вот бывает, вот, не знаю, вот так бывает, когда, там, папа себя как-то плохо ведет, как-то, ходит налево, если так можно сказать, ну, в общем, я тебе расскажу, в общем, мы с мамой поехали на мероприятие в Питер, установили папе приложение Zenly, там, где можно отслеживать, где твои друзья находятся, и так получается, что мы, я ему скачала это приложение, чтобы посмотреть, где же находится мой папа, вот так прикольно, вот папа, вот папа крутой, да, мы на мероприятии, мы там уехали по работе с мамой, и мы, мама ему звонит такая, говорит, а ты где? Он такой, я на работе, потом, мама еще раз звонит, я на работе, я ночью на работе, а потом, мы смотрим это приложение, а он куда-то едет, и просто, я вот подвожу к тому, что у моего папы, короче, появилась любовница, и это вот такая тема, на самом деле, такая сложная для меня, но я хочу ее здесь раскрыть, чтобы все знали, потому что я знаю, что я не один такой, что у многих такая ситуация, к сожалению. Сколько тебе на тот момент было лет? По-моему, 14 или 15. А как к этому отнеслись твои, ну там, сестры? Был кто-то маленький в семье в этот момент? Сестры плакали. И я тоже плакал, мне было очень плохо в тот момент, потому что, ну я вот даже помню просто, ну там такие подробности, ребят, реально фильм можно снимать, потому что там мы на парковке, мы пошли к нему в машину, он там был очень злой, он там кричал, потом он говорил, я ее не люблю, я столько с вами, ну по итогу человек просто врал, вот реально у моего папы просто любовница, потом мы эту любовницу нашли вообще ВКонтакте, мы ей написали. Что вы мне написали? Ну мы написали, типа, ну тебе нормально, вот нас четверо в семье, вот, ну просто вот люди, которые смотрят это интервью, скажите, вот девушка, да, женщина, вот, она находится с мужчиной, а у этого мужчины там четыре ребенка, и как вот эта женщина с ним вот живет. У меня даже видео в ТикТоке такое было, где я разбиваю кружку любимому папе, не видела? Нет, не видела. Там так это видео зашло в ТикТоке, там такая кружка, которую я ему купил в Анапе, когда мы отдыхали, там такая напись любимому папе, я ее купил, она у него была, а на видео я ее разбиваю. Вот, ну такая тема с отцом очень сложная, потому что, например, алименты он не платит маленьким сестрам, типа мне не нужно, сестрам можно, ну как-то обеспечить, там, да, деньги давать, как бы ты ушел. Потом еще была такая ситуация, я тоже расскажу, я ее тоже в лайки выкладывал там, в общем, он подал иск в суд на то, что мы не его дети, что нам нужно провериться, что мы какие-то не его дети, и нам нужно поехать, в общем, сдать там как-то слюну, там, в нос тебе сует палки. Да, ДНК-тест, я сдавал ДНК-тест, мой папа написал заявление, что вот Божевиков Оскар, не мой сын, там, прошу это проверить, там, мои сестры, прошу это проверить. Ну что, мы сдали ДНК-тест, и что ты думаешь? Такая, оказалось, что вы его дети. Да, оказалось, что мы его дети, и все нормально, мы... Ну, он делал это для того, чтобы не платить алименты, вот, что единственное скажу, что человек просто нас бросил, бросил маму, я вообще не знаю, как можно было так поступить, такая тема сложная, вот, ну, ну, и что, вот, он как-то постоянно в разговоре, вот, допустим, вот, я помню, разговариваю с папой, и все, что я от него слышу, это не тема разговора, я слышу то, что мой папа просто начинает что-то говорить про мою маму, какие-то оскорбления, обзывательства, как-то мой папа настраивает против, ну, типа... Против мамы, ну, я поняла. Ну, да, то есть он настраивает меня против моей мамы, чтобы я ругался с мамой, там, что-то выяснял, хотя я считаю, что вообще моя мама права во многих вещах, и, ну, моя мама топчик, реально, моя мама самая любимая, вот, а папа... И он следит за моими аккаунтами, знаешь, прям так пристально, вот я, например, поеду, например, я поехал в Сочи, и мне пишет смс-ка, он мне записан, как Володя, он пишет, что, ты в Сочи там? Ну, такое какое-то общение, или, знаешь, он, даже была ситуация такая, что мне приходят деньги мои, моя зарплата приходит, я говорю, пап, она пришла, были указаны реквизиты, пап, она пришла, где она? Написано, прям пришло, я спрашиваю у всех, пришло? Пришло. твою зарплату? Я думаю, где мои деньги, куда они пропали, папа, где мои деньги? О, нет, ничего не приходило, я не знаю. Потом, оказывается, приходили, приходили, потом я открываю Сбербанк, смотрю, они вовремя пришли, он просто что-то там с ними делал, но по итогу я как бы получил свои деньги, просто мой папа себя очень странно ведет, правда, ДНК-тест, вот это, знаешь, как мне было страшно сдавать этот ДНК-тест, просто ты не представляешь, мы приехали, в такой, короче, я не знаю, что за место, как тебе объяснить, я не помню название, но там, в общем, так люди вещей в пакетах, и вот так вот улики, там проверяют, там такое прям строгое место, нам туда назначили, я приезжаю, мой папа за ДНК-тест заплатил, там, 40 тысяч за каждого ребенка, просто потратился. Как думаешь, что должен делать папа, чтобы ты его когда-нибудь простил? Мне кажется, ничего не нужно, уже все, он все сделал, все, что хотел, он постоянно пишет какие-то оскорбления, угрозы, даже угрозы, да, звонит бабушке, и просто начинает там что-то плохое говорить, звонит маме постоянно, вот знаешь, что еще мой папа делает, это очень странно, он приходит, вот гвозди, он приходит с гвоздями к машине моей мамы, кладет их под шины, сует в шины, там вот эти гвозди, прокалывает шины, ну, нашей машины, и все, и что делать, типа, как ехать, вот допустим, нужно поехать по делам, а мой папа берет и вставляет в колеса, там, гвозди, просто он их вот так разбрасывает по всей парковке, сует прям в колесо, просто лопает колесо, и все, вот, вот такой у меня папа, вот, что сказать, вот, что правда, то правда, я это не придумываю, я просто, ну, вообще, я поднимал эту тему, просто сейчас я хочу более как-то широко это рассказать, тем более ситуаций таких очень много. А как ты сейчас относишься к своему папе? Ну, не очень. Человек поступает с себя очень плохо, не по-человечески, я вот не хочу с ним видеться, я его последний раз видел, наверное, в суде. в суде, что у вас произошло? Он нам ограничил выезд за границу, мы не могли, мне 18 лет исполнилось, я могу летать, а мои сестры не могут летать, потому что у них наложен запрет на вылет. он так сделал. Ну, папа пишет, типа, я переживаю за своих дочерей, за своего сына, вот, я не хочу, чтобы они летали за границу, им подходит, например, там, отдых на курортах нашей страны, там, Сочи, в Анапу, вот, и все, и они не могут лететь, и я тебе даже расскажу больше, у меня была такая ситуация, когда я получил свою зарплату, такой, думаю, блин, поеду сейчас на отдых, классно, на неделю, а потом приеду и на концерте буду выступать, и что ты думаешь, я покупаю билет, мы покупаем тур, я начинаю проходить, там, знаешь, вот эти все проверки, там, паспорт, и мне говорят, а вы не можете лететь, у вас запрет стоит, я говорю, в смысле, что происходит? Какой запрет вообще? И все, потом меня подводят в комнату, там моя мама тоже находилась, она меня провожала, и мне сообщают, ваш отец, Владлен, Владленович, там, как-то его, короче, не буду говорить, в общем, вам отец наложил запрет, вы не можете вылететь из страны, а у меня уже билеты куплены, уже отель оплачен, я говорю, а можно как-то, типа, сейчас, чтобы ему позвонить, чтобы он открыл выезд? Он говорит, она говорит, девушка, или мужик, я не помню, говорят, нет, нельзя, типа, все, вы не можете лететь. Это человек, я не знаю, что у него в голове, как бы закончил уже отношения, но он что-то продолжает делать. продолжает, и до сих пор продолжает. До сих пор? Продолжает, да. Ребят, у кого есть вообще похожая ситуация, напишите в комментариях, давайте трех друга поддержим. Оскар, почему именно Оскаридзе? Ты грузин? Многие, кстати, думают, почему Оскаридзе, ты, что, ты из Грузии, ты родился в Грузии, но нет, я просто, Оскар, мое имя Оскар в паспорте, Оскаридзе, потому что, когда мы с подругой ехали, по-моему, вот тоже в Кинзанию, она, мы ехали в автобусе, она такая говорит, ну что, мы приехали на остановку, и она такая говорит, ну что, выходи, Оскаридзе. Я такой, что выходи, Оскаридзе? Блин, Оскаридзе прикольно звучит, блин, классно звучит. Думаю, назову себя так в интернете, мне кажется, это очень запоминающееся, такое имя, и все, и вот оно со мной уже очень, очень много лет. А какая твоя настоящая фамилия? Божевиков. Почему ее не рассказываешь в интернете? Рассказываю, она в ВКонтакте стоит, все про нее знают. Поэтому, ребята, миф раскрыт, Оскар не грузин. Не грузин, но я очень люблю хачапури. Я сейчас хочу признаться, что я люблю грузинские лимонады, хинкали, хачапури. Просто я не могу остановиться. Я обожаю один вкусненький ресторан, кстати, в Москве есть, в Москве есть, с грузинской кухней, сунели. Там такой салат еще вкусный, просто. Если вы хотите Оскару что-то подарить, обязательно дарите, хачапури. Да. Так, давай поговорим про вообще время, которое происходит сейчас. Например, вы сейчас очень хорошо общаетесь, с Полиной Харея, вы встречаетесь, я правильно понимаю? Планируете ли вы пожениться? Ну, да, да, но... Не скоро, да, пока? Ну, мы встречаемся 10 месяцев, как-то, мне кажется, еще рано. Ну, да. Вот, но вообще есть в планах, да. Вы сейчас с Полиной снимаете пампик, где вы, Джису и Феликс. Расскажи свою легендарную фразу. Джису, хочешь, я покажу тебе свое пузико? Она заверусилась постоянно, она просто заверусилась везде. Как ты к этому сейчас относишься? Вообще, это просто угар, это рофл, я не знаю, просто я такой, а там я в костюме Человека-паука, или нет, да? Я захожу в лайк, просто листаю, все выкладывают мое пузико Феликса, и все угорают. Реально, всем смешно, я такой думаю, реально это смешно, но мы это придумали за минуту, просто я говорю, давай, давай, ну, понимаете, у меня большой живот, ну, я сейчас, кстати, худею, вот, ну, начал. Ну, и что? Ну, мы сняли, и это так разверусилось, это просто угар, просто рофл, ну, у нас такой фанфик про кей-поп, там, айдолы, знаешь, там, Blackpink, Феликс, там, мы все смешали, вообще, мы просто шутим, просто угораем, просто какие-то сценарии, такие турацкие, в голову приходят, все, мы такие, снимаем, давай, в кружок, в Telegram, и все, и всем это нравится, вообще, все угорают, но, и находятся люди, которым не нравится, типа, что, что вы трогаете, айдолов, вот нельзя, вот вы берете корейских исполнителей, там, что вы снимаете, ну, мы просто по угару снимаем, ну, не знаю, ты видела это? Я смотрю, я наблюдаю. Ну, это смешно? Это смешно, конечно. Ну, вот, это смешно, ребята, это просто... что люди это делают по рофлу, ну, даже они как-то резко камеру сказать эту легендарную фразу. Давайте. Джессу, хочешь, я тебе покажу свое суперпузико? О май гад! Я предлагаю похлопать просто, это прекрасно. Ну, когда обсягивающий костюм, это намного смешнее. Я помню. Вы сейчас продолжаете снимать этот фанфек? А мы сейчас снимаем сериал Слоу пацана. Ой, ну, следующее. Там, Эл, я не Эл, знаешь, этот звук. Да-да-да-да-да. Сколько вообще дубль ходит снять один такой кружок? Это же, я думаю, не с первой попытки не засмеяться. Это уходит очень много времени, потому что мы там перенаряжаемся, одеваем шапки, там у нас свой образ, Феликса Джессу, там есть еще Айгуль, Марат. Ну, уходит, ну, надо 10 раз, наверное, снимать этот кружок, чтобы он точно получился. Не засмеяться, это сложно. Да, это надо вот так с каменным лицом. Ну что, Джессу, пойдем с тобой там куда-то. Вот, ну, это сложно, реально, знаешь, сколько мы смеемся, просто такой угар, там мы такие вещи говорим, просто смешные, реально, знаешь, они такие нелогичные, но их нужно сказать с серьезным лицом. Потому что, если ты смеешься, это вообще уже не то. Да, ты шаришь. Я шарю. Как вы вообще это придумали, снимать такие фанфики? Ну, мы просто решили, что надо снимать сериал. Какой-то смешной сериал, потому что мы умеем классно шутить, и это просто идеальная тематика. Мы выбрали Феликса из Stray Kids, Лису, или Джису, простите, простите, и с Blackpink, и все. И у них там получается такой роман, они там то встречаются, там знакомятся в школе, там вот такой рофл. Оскар, но у меня для тебя специальная рубрика «Вопросы от подписчиков». Я попросила своих подписчиков задать тебе вопросы, и сейчас я их озвучу, а твоя задача на них ответить. Сначала вопросы из моего Телеграма. Вопрос от Алисы Беляевой. Оскар, ты считаешь себя звездой? Ну, вообще, я себя считаю просто человеком. Я понимаю, что все люди как люди, все блогеры обычные, все певцы обычные, они просто люди, они не какие-то звезды. Не знаю, я, например, прихожу на какое-то мероприятие, там есть какая-то звезда, но я не буду там кричать «А, это там Полина Хлеб, а, я просто спокойно». Это Полина Хлеб, прикольно, ну, у меня нет такой реакции, что «Вау, вау, вау». Ну, я, кстати, еще нашла тоже интересный вопрос, тоже от Алисы. А ты продолжаешь общение с Машей Лерпи, с которой у тебя была совместная песня «История нашего лета». Не общаемся. Не общаетесь? Почему? Что произошло? Просто не общаемся. Не знаю, как-то дороги расходятся. Вы знаешь, когда маленькие дружите, так весело, прикольно, а потом, типа, вы вырастаете, там, как-то интересы расходятся, там, кто-то любит аниме, а кто-то там любит фильмы смотреть или сериалы, вот, просто уже интересы, в общем, другие, и поэтому все, вот так. Итак, давайте посмотрим еще какие-то интересные вопросы. Ага. Вопрос от волосатого шелушая Вова. Что за имя? Как ты это придумал? Ты видишь дальнейшую жизнь с Полиной? Да. Да, я вижу. У нас есть тоже так же хейт-вопросы. Ответишь на один из него? Ну, давай хейт-ответ. Вопрос от Снезик. Оскар, ты не думаешь прекратить свой хайп? Всем уже неинтересно. Какой хайп? Про какой хайп они пишут? Удаляет это сообщение. Про какой хайп? Ну, что хайп? Что хайп? Ну, вот, она даже не написала, что за хайп? Да, я полностью согласна, если честно, в этой ситуации с Оскаром, но все равно спасибо, что пишете вопросы. И давай еще последний от Анастасис. С каким самым известным блогером или блогершей ты дружишь? Настя Кош, первое, что приходит, Настя Кош. Я открываю YouTube и здесь очень много вопросов для тебя. Ой, как много здесь про хайп. Вот, вопрос от Masini551. Будет ли у вас совместный трек когда-нибудь? Он вроде бы у вас уже вышел. Как раз вот недавно вышел наш трек с Полиной. Там такая тематика Япония, Корея, там рамен, там про аниме. Короче, очень прикольная песня. Я надеюсь, вы ее послушаете, зацените, ребят. Называется Кавай. Кавай-кавай, ну я мальчик, мой айдол, давай-давай, ну... Оскар, тут 111 вопросов, но я выберу для тебя самое интересное. Спасибо всем, кто задавал вопрос, и сейчас будем отвечать. Например, вопрос от Настя 31.3. В каких странах вы с Полиной были и в каких бы вы хотели побывать? Ой, вот это лето, которое мы провели с Полиной, это мое лучшее лето в жизни. Мы были в Испании, в Италии, во Франции, мы увидели Диснейленд в Париже, увидели Эфелеву башню. В каких странах мы еще были? Ну, проездом в Турцию, я не знаю, можно считать. Конечно. Ну, мне этот отдых, вот это лето запомнится на всю жизнь, реально. Я так никогда не ездил, честно. Просто еще я всю жизнь мечтал поехать в Диснейленд. Я думаю, блин, как там прикольно, там замок, это аттракционы, все так красиво. И ты туда приезжаешь, там просто сказка, там ходят персонажи из Диснея, там аттракционы по мультикам, там вообще просто это незабываемые дни, просто наше лето. Мы очень круто отдыхали, там купались, сейчас загорали, короче, вообще кайф. Это очень круто. А в каких странах вы бы хотели побывать? Мы хотим в Германию поехать, в Швейцарию хотели бы увидеть, и Полина хочет туда, где северное сияние. О, это Мурманск вроде бы, ну вот наподобие. Ну, это да, это у нас. А еще она хочет на круизе куда-то, знаешь, такая бы огромная лодка, корабль, когда там вы живете, и там две недели где-то катаетесь, плаваете. А ты вообще хочешь? Ну, я бы хотел, но мне как-то немножко страшно на воде находиться, если далеко. Ну, вот да, я боюсь, что вот что-то случится, просто если вы далеко где-то в океане, в море, там это страшно. Лиза Лайк, 8. Вопрос вам обоим. С кем вы хотите коллаб? Ну, Полина, нет. У нас есть только хлеб. Поэтому с кем ты хочешь коллаб? Ну, я хочу коллаб с группой Blackpink и Strike Kids, наверное. Ну, реально, мы с Полиной вообще собираемся поехать на их концерт, реально. Да? Если мы найдем, то мы поедем, прям будет коллаб, ждите с Джессу, с Феликсом, с настоящим, ждите. И также коллаб с актерами слова пацана. Ждите. Вопрос от Ruov3fs. Ой, тут интересный вопрос. Оскар, ты считаешь себя толстым, без обид? Ну, я считаю себя не толстым, я считаю, что я такой пухленький, ну, такой взбитый, ну, такой немножко. Бывают прям люди еще толстее. Нет, ребят, бывают, вообще телосложение у Оскара вообще не толстое, потому что есть реально толстые люди. И еще, кстати, я хочу добавить, что мне идет полнота, по-моему, такие, типа, щечки, вроде бы идет. Это мило наоборот, мне кажется, да. А бывают люди, которым не идет, но мне идет, мне все говорят, что идет. Представьте Оскара с одними косточками. Ну, вот вам это надо. Мне кажется, Оскар с косточками, это будет не так мило. Как вы познакомились с Полиной? Ой, это такая история какая-то прям неожиданная просто. Я ночью сидел в лайке, там, захожу на прямой эфир, не помню кому, а там, знаешь, можно добавляться в окошке и общаться в лайке. И я туда подсоединяюсь, там время 5 утра, короче, очень поздно, и туда в одно же время заходит Полина, я не знаю, каким образом. Эта судьба прям реально смела. И я на нее, в общем, подписался, она на меня подписалась, она такая, что, что за корица? Такая, вау, 10 миллионов подписчиков, я подпишусь. И потом мы, помню, провели с ней совместный стрим, мы там выполняли задания подписчиков, типа, кто в батле выигрывает, кто выигрывает, тот задает задание, а кто проигрывает, тот выполняет. И ко мне пришли, мне накидали, короче, очень много подарков, и Полина ела там горчицу, что-то мыла голову майонезом. Я просто, я выигрывал, и я думаю, блин, я хочу что-то интересное, но я не хочу. Помой голову майонезом. Задание, вот съешь лимон, но это не так круто, а вот помой голову майонезом, как-то звучит поинтересно. Да, она говорит, блин, ну я только голову помыла, ну че ты, ну... И пошла, реально, будь голову помыла. Да, она вот так ставит, вот так вот в ванной, она вот так опускает голову, вот так вот майонезом, просто голову моет. Ну у меня потом жирная такая голова была, даже такая масляная. Ужас. Ну вот так вот. Интересно, конечно. Почему вы вместе? Ну, потому что нас очень много чего объединяет, и мы с Полиной на самом деле очень похожи в каких-то вещах, в характере похожи, похожи каким-то вот мнением на какие-то ситуации. И у нас мы как-то вот так подключены к друг другу, что, допустим, мы можем сказать одно и то же слово в одно время. Ой, как классно! Или там, например, сегодня мы зашли к одной блогерше, я смотрю этот кружок, он очень был смешной, я отправляю его Полине, а потом смотрю, она мне его тоже отправила в эту же секунду, просто понимаешь, насколько. Мы там говорим одно и то же, что мы хотим в ресторане. Ну, как-то так получается, что... Как круто! Смотри, мы приходим в ресторан, у нас меню. Да. И она начинает говорить, что-то, ну, там... Официанта? Что-то официанта, да, что она хочет. Я смотрю, я молча выбрал, что я хочу, и она говорит то, что я хочу. Как-то... Это очень круто! Да, потом я говорю, блин, я это тоже бы взял. Ну, или, например, вот я вижу меню напитков. Я смотрю, она говорит, я хочу напиток. Там какой-то лимонад. И вот он в меню, я вижу, какой она возьмет. Я просто в голове думаю, она возьмет этот. И она берет этот. Вот тот, который я загадал в своей голове. Оскар, какое у тебя отношение к Миланам? Милане Ахаметовой, Милане Стар, Милане Филимоновой? Ну, они все классные. Я за ними наблюдаю. Они достаточно прикольно все снимают. Мне вот у Миланы Ахаметовой, кстати, нравятся песни. Вот это АБАВАГДЕ, я уже... А, да-да-да. Правда, многие говорят, в чем смысл, но смысл есть, что это алфавит. Ну, да, учишь алфавит, узнаешь новые буквы. Но Милана Филимонова, кстати, я был у нее в гостях. Мы там снимали коллабы, по-моему, в лайке, да. Как тебе она? Прикольно. Мы там поболтали, покушали. Там еще были блогеры. Вот такая прям была добрая, дружелюбная атмосфера. Вот. А Милана Стар вообще... У нее, по-моему, день рождения 17 февраля, а у меня 18 февраля. Ой, классно. Как это так? Я не знаю. Она меня, кстати, приглашала, по-моему, на концерт, но не прислала приглашение. Что-то такое. Она говорит, Оскар, приходи ко мне на концерт. Я говорю, хорошо, ты мне пришлешь приглашение? Да, пришлю. Милана Стар, я жду, у тебя будет 7 февраля концерт, я жду приглашение. И еще у нас вопрос от юзера. Сколько тебе лет? 18. Ура! Я совершенно летний, вот все, что могу сказать. И теперь Оскар может летать за границу. Да, такой я крутой. Ребята, спасибо вам большое за вопросы. Было очень интересно мне их даже читать. Я думаю, Оскару тоже было интересно отвечать. Да, Оскар? Очень классные вопросы, вы молодцы. Вы еще писали вопросы к Полине Хлеб, я их обязательно задам, но пока что у нас есть только хлеб. Хорошо, Оскар очень любит хлеб. Почему она молчит? Я не понимаю. Полина Хлеб, поговори с нами. А давай похрустим? А давай, ребят, у нас небольшая пауза, похрустеть. Так, давай, что мы похрустим? Давайте, а влог что у нас есть? Я, честно, не знаю, что это за чипсы. А давай вот это похрустим. Давай, бери, я тоже возьму. Мне интересно, что здесь, как они выглядят. А давай такой АСМР, типа. Давай, давай. Вот какая вкуснячка на съемочках. Как вкусненько. Пошумим теперь. А давай еще? Давай. Так, а вот это вообще с чем? Похоже на плесень. Вас с Полиной очень часто зовут на какие-то трэш, шок-шоу. Как думаешь, почему? Ну, потому что мы создатели всего этого. На самом деле просто пишут, просто приглашают. Вот. Но мы ходим там, мы там обсуждаем, мы там на перчатках деремся. Не знаю, это смешно. И нужно понимать, что это шоу. Вот все, что мы снимаем, это шоу. Вот эти перчатки. Ну, нужно понимать, что это постанова, наверное. Я не знаю даже, как вот. Ну, вот так и могу ответить. Сегодня мы с вами будем следить за конфликтом, который разгорелся внутри лайка. Ну, вот расскажи, вы реально дрались? Или да? Серьезно? Да, ты знаешь, на самом деле команда так хорошо работает, что в гримерке нас прям подпитывают. Вот, короче, на негатив. И, например, знаешь, там пацану дали специально букет цветов, чтобы он во время шоу подошел к Полине и подарил цветы. Реально. Да, реально прям ему дали букет. А, я помню, ты его еще вот так сделал. Да, ему сказали, иди, типа, подаришь Полине. Вот, и когда, например, тренируют для перчаток, там говорят, бейтесь жестко. Офигеть. То есть это не, ну, вот именно драка, это не постанова? Нет, не постанова. Реально проигрываешь или реально выигрываешь. Не сдавай по вере. Не, подожди, по-моему, Полине дали хорошая, чем так. Она вообще потеряла. Кстати, я раньше кикбоксингом занимался. Да, я занимался, я прям ходил на тренировки, такой был спортсмен, там, я ездил в спортивный лагерь, но из того, что мы как раз-таки переехали в другую квартиру, я уже не смог там заниматься, потому что на старом районе было. Можешь себя сравнить с Оскаром, который на камеру, и на тех трэш-шоу, и с Оскаром, который в жизни? Насколько сильно вы отличаетесь? На 99%. Ну, это же просто угар, ну, просто шоу, просто угар. Вот здесь я вот рассказываю все как есть. Просто о жизни встретился, поговорить. И тем более, кто смотрит мои прямые эфиры, и кто на меня подписан в лайки, да, но они видят, что я там спокойно общаюсь в прямом эфире. Они так же. Да, ну, я просто общаюсь, там, что-то мы обсуждаем с подписчиками постоянно на прямых эфирах. Вот, ну, там я такой комфортик, знаешь, я просто болтаю, и все. У вас с Полиной на камеру постоянно что-то происходит. То вы снимаете, какие вы толстенькие, то кто-то вышел замуж, кто-то забеременел, кто-то кого-то использует. Ну, вот скажи, как бы, как вы придумываете идеи, что вдруг вы женаты, а вдруг вы толстенькие? Ну, это не идея, мы просто снимаем жизнь вообще, все, что происходит, вот, мы снимаем, на самом деле, просто вот наши ситуации какие-то жизненные, и все, ну, как это придумывается. То есть это не хайп? Не хайп. Ты бы хотел начать петь? Да, я бы хотел начать петь. Ты уже начал петь в целом? Да, у меня есть там один трек, ну, даже три трека. Топ мест на планете, где ты был? Прям-то чей топ любимая? Эйфелевая башня, наверное. Я там рядом стоял с ней, смотрел, но там почему-то пахнет помойкой в Париже. Там ужасно пахнет, прям. Ну, его романтизируют, да, ну, такой город. Мне еще понравилась Саграда Фамилия, по-моему, в Барселоне. Там такое, знаешь, огромное здание. И Красная площадь. Обожаю просто там гулять, там так красивенько. Такой вайп. Сейчас еще зима, и прям такая новогодняя атмосфера там царит. А топ вкусняшек? Топ вкусняшек я бы поставил бы на первое место, не знаю, какой-нибудь малиновый торт, какой-нибудь десертик. А на второе место вот эти печеньки. Я обожаю это имбирное печенье. Оно здесь, оно очень вкусное. Согласна тоже. Имбирное печенье, любовь. Знаешь, вот всякие бабл-ти напитки, это просто космос. Бабл-ти, все, это самое лучшее, что только может быть. Я каждый день прошу, но мне, типа, мне хватит, каждый день их пьешь. Это просто самое любимое, правда. А теперь давай новогоднее пожелание подписчикам. Ребята, я всех поздравляю с Новым Годом. Желаю вам счастья, крепкого здоровья, чтобы в этом году исполнялись все ваши мечты. Слушайтесь родителей. А вот под елкой вас ждет самый крутой подарок в мире. Оскар, простите, большое, что пришел на мое интервью. Но поскольку у нас Новый Год, я хочу тебе подарить этот новогодний подарок. Я очень надеюсь, что тебе понравится. Серьезно, это мой первый подарок. Давай откроем его. Ничего себе зеленый цвет. Давай, по-моему. Что же ты мне там подарила? Мне это так интересно. Какой у нас Оскар. Но я потом ее забираю. Хорошо, конечно. Так, вот что внутри. Так, вот что внутри я еще не видел. Вау, как красиво. Блин, я как раз хотел новогоднюю кружку. Она очень красивая. Я буду пить чай. Горяченький. Блин, такая прям новогодняя. Теперь буду... Лепить снежки. Лепить снежки и кидать их в себя. Похрустим снежком. Давай, прям этой штукой. И варежки. Классный такой подарок написано. С Новым Годом. Создавай моменты. Похрустим снежком от Елы. Ура! Спасибо большое. Очень приятно. А также у нас есть подарок для Полины. Хлеб, который, к сожалению, заболел. Поэтому я тебе его дам. Ты не съедаешь там фуфли, а лучше бередай ей. Хорошо. Оскар, спасибо тебе большое, что пришел на мое интервью. Мне было очень средство поболтать. Мы с тобой похрустели. Спасибо, что позвали. Мне очень понравились вопросы, которые ты подготовила. И мне понравилось то, что писали подписчики. Это было шикарно. Спасибо. Ребята, всем пока-пока. Пока-пока. Ура! Ставьте лайки, пишите комментарии. Ставьте лайки. Ура! Спасибо, что досмотрели до конца. Подписывайтесь на мои соцсети. Смотрите интервью с Катей Темновой и Евой Смирновой. Подписывайтесь на мои соцсети.